Вячеслава Володина Вячеслав Бондаренко Владислав Жуковский О моей публикации по этому поводу я уже сказал Но что я здесь должен добавить Владислав Жуковский не осудил И Николая Бондаренко не КПРФ За этот поступок А наоборот поддержал Николай Бондаренко тоже сказал Что поддерживает решение съезда КПРФ И вот на днях вышло обещанное интервью Николая Бондаренко Андрею Каролу Оно называется, лучше зачитаю Неожиданное признание Кандидата в депутаты после съезда КПРФ Николая Бондаренко И вот там на его канале Одноименном Андрею Каролу Легко посмотреть В интервью Андрей Каролу Понятно поддержал свою линию Осуждения Геннадия Зюганова Более того существенно ее развил Николай Бондаренко понятно опять Поддержал решение съезда КПРФ И он объяснил это тем Что для власти поражение обычного единоруса Перевоз значит на выборах Поражение Бондаренко не имеет такого значения Как поражение Вячеслава Володина Это на взгляд что КПРФ Что лично Бондаренко увеличивает его шансы Стать депутатом Госдумы А не уменьшает Андрей Каролов с этим решительно не согласился Он считает что напротив Шансы Николая Бондаренко Стать депутатом Госдумы Теперь риска уменьшились Причина на его взгляд в том Что если бы он был соперником самого Володина То к нему было бы включено внимание всей страны А вот соперник рядового единоруса Простым людям не так интересен Более того соперника скажем так Не Володина Куда легче снять с выборов По каким-нибудь надуманным основаниям Николай Бондаренко опять с ним категорически не согласился Он считает что у КПРФ достаточно сил Чтобы его защитить Что здесь можно сказать Николай Бондаренко в ходе интервью все же признался В том что на его взгляд его конкуренция с Володиным имела бы огромное количество плюсов Вот как он об этом сказал А тебе самому интереснее было бы с кем бороться с Володиным Только честно скажи Или с кем ты сейчас будешь бороться от единой России Андрей конечно безусловно Моя конкуренция с Володиным на округе конечно имела огромное количество плюсов В первую очередь это федеральная огласка На этом округе было бы меньше беспредела Как говорится потому что федеральные СМИ и политики интересовались бы этой компанией Ну и думаю что это как говорится и ежу понятно Гласная борьба самого популярного левого блогера нашей страны С бывшим спикером Госдумы конечно да Очень бы привлекла внимание всей страны И существенно подняла рейтинги Что лично Николая Бондаренко что в целом КПРФ Это уже не говоря о том что это был бы настоящий Реальный бой с номенклатурой А не имитация такого боя И то что руководство КПРФ предпочло такого боя избежать Думаю свидетельствует далеко не в пользу партии Мы давно не видели от КПРФ яркой политической борьбы И с какого боку не смотри яркая политическая борьба Имеет место быть со стороны Алексея Навального и компании И со стороны Николая Платушкина и компании Ну вот в кое веки судьба дала КПРФ возможность устроить Такую яркую и интересную и захватывающую политическую борьбу Но руководство КПРФ саму лишило себя этой возможности Если понравился ролик ставьте лайки Подписывайтесь на канал Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах Пишите комментарии Смотрите мои аналогичные ролики Какие именно вы видите на конечных заставках Субтитры сделал DimaTorzok